Россия, или как её принято называть, Раша, громадная территория. Но в то время, когда все российские телеканалы говорят только о событиях в Украине, простые россияне чувствуют себя обделёнными вниманием. Давайте же восстановим справедливость и посмотрим, чем живут простые россияне, от Москвы до самых до окраин. И каков он, русский мир без фильтров? Помните, как российский «Газпром» пугал песни о том, что зима будет холодной? Зима будет большая Так вот, кажется, началось. Правда, не в Европе, а в самой России. И первыми на себе большую зиму ощутили школьники Алтайского края. Я вот на окнах. Температура в винете. 8 градусов тепла. И это при включённых обогревателях. Окна запотели, на подоконниках наледь, появляется плесень. Учителя говорят, что проблемы с отоплением начались несколько лет назад, когда в сельской котельной провели ремонт, а в здании школы заменили батареи. Стало заметно холоднее. Спортивный зал. Сделать отопление или как-то, чтобы тепло было, чтобы дети в школу ходили. Они не хотят уже идти в школу, потому что дуба. Заходят с улицы 30 градусов, сюда выходят. Плюс 5. Это нельзя так. Объяснить, что происходит с отоплением в такой богатой стране, уже не первый год пытаются специалисты со всей Раши. А вот версия относительно ситуации с отоплением от знатока из Якутии. Ну, теперь все понятно. Якутские специалисты, как обычно, говорят четко и по делу. Чего? Кстати, о Якутии. Несмотря на то, что санкции и отстранение России от всех возможных чемпионатов не позволяет стране участвовать в мировых конкурсах, здесь не сдаются и проводят свои конкурсы, не менее важные. Так недавно провели конкурс красоты среди коров. Конкурс оказался гендероравным, поэтому туда допустили и телочек, и бычков. Победителями стали бычки-близнецы. А в городе Каменск-Уральский провели конкурс среди возрастных красавиц. Назвали почему-то нескрепным названием «Миссис Каменск-Уральский». Зато победительницам подарили очень актуальные российские призы. Черные пакеты для мусора, бахилы, перчатки и пищевую пленку. Об этом рассказала одна из участниц. Она также заявила, что участие в конкурсе стоило 10 тысяч рублей. А на сам конкурс продавали билеты по 350. Организаторы конкурса не промолчали и ответили девушке. С их слов писать во всех группах города о своем недовольстве подарком как минимум низко и недостойно по отношению к тем людям, которые от души собирали для вас подарки. И то верно. Сейчас черный пакет в самом тренде. Продолжая тему красоты, перенесемся в набережные Челны. Местный крановый завод в преддверии Нового года выпустит календарь на 2023 год. Но не простой, а эротический. И это хорошая новость, поскольку до этого в Раше злые языки посеяли слух, что календаря больше не будет. Но те, кто строит краны, так просто не сдаются. Что интересно, в этом году коллектив завода решил выпустить календарь под названием «Нас не победить». И речь здесь вовсе не о том, о чем вы подумали. Так сотрудницы без одежды решили поддержать своего директора Марса Тимирбулатова, который сейчас находится под следствием за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Задержали по прилете. В аэропорту Бегишево задержан генеральный директор компании Набережно-Челнинский крановый завод Марс Тимирбулатов. 50-летний мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной версии следствия он похитил бюджетные деньги более 5 миллионов рублей. Кстати, само предприятие уже признано банкротом. То есть, вполне логично, что сотрудницы завода остались раздеты до нитки. Но! Обнаженные, но несокрушимые строители крана в последнюю рубаху на себе порвут, лишь бы директора в тюрьму не посадили. Вот это и есть истинная российская преданность. А это Дагестан. Не так давно здесь произошел случай невиданной щедрости. Власти выделили 8 миллионов рублей на строительство нового парка. Однако стройка закончилась, ну и парк вместе с ней тоже. Проблемы начались практически сразу. А сейчас выяснилось, что куда-то пропали еще скамейки и уличные светильники, заложенные в смете. Потому что пора бы знать, что в России смета и то, что в ней прописано, это не одно и то же. А в Петербурге произошло уникальное строительство культурного объекта. На улицах культурной столицы Раши появился арт-объект Шар. Власти приобрели творение искусства всего лишь за 3,5 миллиона рублей. Однако вскоре объект был идентифицирован как китайский сайта alibaba.com и стоимость его в 10 раз ниже той, что уплатили чиновники по смете. Администрация города дала ответ о преждевременности претензий, мол, китайцы известны и любители копировать. И питерский перформанс в железе был ими нещадно репродуцирован. А это Москва, столица. Здесь с началом зимы настали смутные деньки для любителей шопинга. Ведь после очередного вступления в силу санкций в России может закрыться каждый второй торговый центр. Не менее 200 торговых центров по всей стране либо в банкротном, либо предбанкротном состоянии. И уже в первых числах декабря в Москве официально закрылся H&M. А из фудкортов торговых центров исчезло мороженое Баскин-Робинс. Видимо, совсем скоро шопинг по-российски будет выглядеть как-то так. Нашла себе три сумки в мусорке, если что, так, на секундочку. Дочи Габана. Это просто Маден-Китай. Это Маден-Непрорский рынок. Только не хватает бен-си-гай. Бален-си... Как это правило слово? Бален-си-анга. Бален-си-а-онго. Бален-си-анга. Бален-си-анга. Ну, короче, блядь. Что-то не хватает в этой жизни. Бален-си-анге. А в последний месяц осени в России с помпой отпраздновали день туалета. Странно, конечно, ведь зачастую туалета нет, а праздник есть. Но, как говорится, был бы повод им выпить. Нам вспомнить самые яркие моменты из жизни российского туалета. Ведь это благо цивилизации, воспользоваться которым в Раше могут далеко не все. В биотуалет на конечной остановке Боровая улица заходят первые посетители. Кабинка, которая предназначена для водителей и кондукторов, находится здесь совсем недолго. Но ее уже успели оценить по достоинству. Давно ждали. Как бы зимой еще мучились. Вот как бы спасибо хорошо, что сделали хорошо все. А до этого как справлялись? Ой, по кустам. За гаражи по кустам везде. А зимой? Ну вот так же, куда за дом, за гараж, куда попало. Но воспользоваться этими биотуалетами могут далеко не все. Пока речь идет только о кондукторах-водителях нашего предприятия, потому что процесс этот достаточно недешевый. Соответственно, мы за ними следим. У нас исключены договоры на их обслуживание. Но в целом торжественно открывать в Раше любят все. Недостроенную дорогу, мост, школу, калитку, придворовую территорию, скамейку, или даже памятник, которого нет. Скандальные конфузы на открытии памятника дяде Стёпе милиционеру. Памятник загадочно исчез прямо перед торжественной церемонией. Установить его должны были перед Нижегородской школой имени Сергея Михалкова, ведь, пожалуй, самый известный персонаж детского писателя это как раз дядя Стёпа. На открытие были приглашены высокие полицейские чины, городские власти, даже сам Никита Михалков приехал. И, как он сказал, пустое место приходится открывать впервые. Подробнее Александр Алёшин. К открытию памятника всё готово. Школьники выстроились во дворе, оркестр, все торжественные официальные лица, не только пока, самого памятника. У нас школа уже много лет носит имя Сергея Владимировича Михалкова, но, как бы, хотелось увидеть памятник. Дети ждут с нетерпением. Это единственный памятник в России, и это один из главных героев, так сказать, Сергея Владимировича Михалкова. Вот именно такого полицейского надо тиражировать. Образ действительно помощника, понимающего, главного, умного, образованного. Кому приехал Никита Сергеевич Михалков. Кому приехал Никита Сергеевич Михалков. Последний раз памятники ставили только историческим личностям. А чтобы этот человек был государственным служащим, для меня это просто важнейший памятник. Надо поставить его, где он едет? Сейчас уже это послали. Памятник обязательно будет. Мы ожидали его вчера еще. Но форс-мажор какой-то произошел, мы пока не можем связаться со скульптором. Выехали они из Питера, должны были сегодня у Гороховца встретить, но вот пока связь пропала. Какой форс-мажор? Попала эта скульптурная композиция, которую мы так долго и трепетно ждали и хотели открыть сегодня, она попала там в дороге в аварию. Как вы не ждете? Вообще показательно, что для Слёба Мелезаевна попала вообще. И к новостям Филиппа Киркорова. Певец решил устроить экскурсию по своим владениям и показал, как попадает в спальню благодаря одному пальцу. Открывается только по моему лучшему велению этого пальчика. Так, 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 пошло, пошло. А вот бывшая супруга артиста Алла Пугачёва, которая покинула Рашу вместе с детьми, решила не отставать от мужа и тоже начала пускать в замок, где жила с Максимом Галкиным всех желающих жителей Раш. Обойдется это удовольствие для любопытных в 10 тысяч рублей, за которые можно побывать и в будуаре Примадонны, и в опочивальнях Галкина. Однако есть нюанс. Противник путинской власти Алла Пугачёва все полученные средства от экскурсии передает в благотворительный фонд Елены Зеленской. Вот так каждый противник войны из Раши сможет абсолютно легальным образом содействовать победе Украины. Это Раша. Страна, которая пытается заскрать мир своим русским миром, уже почти год всячески демонстрирует, что ум на этой территории просто отключился. В этом году у меня полностью отключился ум. Я даже, кстати, пошла в горы, чтобы понять, ну, как бы, насколько он отключился, потому что он отключился, я такая, вау, тишина. В голове тишина, нет вот этих мыслей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин